Дай почитать. И я слукавлю, если скажу, что меня как филолога интересует только форма, а не содержание. Я точно знаю, что в настоящей литературе это неразрывные понятия. Известный писатель, публицист, телеведущий Захар Прилепин 14 мая презентовал в качестве составителя сборник стихов «Я израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской». В книге представлены стихи 16 авторов, среди которых известны Олеся Николаева, Юрий Кублановский, Светлана Кекова и до этих пор мало знакомые российскому читателю Анна Ревякина, Анна Долгарева, Герман Титов и другие. Можно по-разному оценивать те или иные художественные достоинства сборника, но безоговорочно согласиться с тем, что «Я израненная земля» – книга необычайно мощного эмоционального воздействия, глубоко правдивая, выстраданная, омытая слезами скорби, боли и смерти. Это неоспоримые свидетельства страшной реальности и высокого героизма. Это уже история, часть мифа о непокоренном народе Донбасса, о мужестве, воле, милосердии и человечности. Эти стихи просто разрывают сердце. Любопытно, что большинство авторов – и Олеся Николаева, и Семен Пегов, и Игорь Грач, и Анна Ревякина, и многие другие – пишут лирические стихи, но в балладной, новолистичной форме, и перед читателем предстают непростые человеческие судьбы. Пленник и баллада о Сашке Биллом, Олесе Николаевой. Перемирие, новороссийские ямбики, двухсотый, грача. Цитата. «Привычно вражья гаубица гукает, и полыхает небо ярко-красным. Оторванную человечью руку я несу в руке, и страшно, и не страшно». Братишка, апостол Владимира Скопцова. Кафе «Третий Рим», сон воеводы Станислава Минакова. Ну и что с того, что это Колька Ирины Евсы. Славянск, Луганск, Германа Титова. И просто невероятная шахтерская дочь Анны Ревякиной. Есть здесь и юмор, и философские размышления, и бытовые зарисовки. Если, дорогие слушатели, вы устали от суетного, мимолетного и ненастоящего, немедленно читайте сборник настоящей русской поэзии «Я израненная земля». До новых встреч.